сегодня мы ночевали в таком маленьком норвежском летнем домике нам любезно предоставила его хозяйка дала пуховое одеяло мягкие подушки сегодня была замечательная норвежская ночь в лесу это просто неимоверно вот такой вид у нас окна открываем окно здесь ручей окно так легко открывается просто натягивается и закрывается вот такая вот у нас сегодня была ночь а это вид на вход возле домика где мы вчера с хозяйкой или чай мирно беседовали через гуглу переводить и вот такой вот сундук складывается сидушки для кресел и дальше лес лес как хорошо что у нас есть путешествие и есть приятные воспоминания которые продлевают нам интересную чайку уже собрались попили кофе с бутербродами сделали себе бутерброды в дорогу сложили постель заправили трава диван и сейчас уже будем начинать свой день следующем путешествие вот такие вот еще интересные старелки и сядут королевы я так понимаю представители королевской семьи в доме тоже очень интересно какая же чудесная норвегия направляемся к трюгерам какая же здесь замечательная природа начинается третий день нашего путешествия на видеть как подъезжают норвежцы и сдают ненужные им уже вещи ненужные игрушки в гранд бутик спрашивают так возят выкла выкладывают только что девушка спросила и сказали видимо что да и она выгружает игрушки ничего не выбрасывает всем дает вторую жизнь доброе утро наши уважаемые подписчики гости зритель нашего канала сегодня у нас 9 августа 2023 год мы с вами прибыли продолжая наше путешествие по югу норвегии в город крегире самая известная скажем так составляющая этого города это наверное художник мунг который называл этот город жемчужиной юга норвегии ну наверное не зря он считается одним из самых хороших курортных городочков на юге норвегии ну а мунг скажем так его прославил прославил наверное тем что он написал здесь очень много своих работ как пишет его скажем так аналитики историки его творчество это был один из самых плодотворных периодов в творчестве этого наверное самого знаменитого норвежского художника ну а мы сегодня переночевали в каком-то очень волшебном месте фактически в лесу точнее мы проснулись сегодня здесь и переночевали мы с ночи со вчера на сегодня место действительно очень колоритное это дом находящийся в лесу норвежском в котором мы насобирали кучу грибов и подосиновики и белые главное что белых было очень много потом приготовили себе прекрасный ужин в ужине приняла участие хозяйка дома которая нам сдавала его мы развели там такой очаг и ужинали на свежем воздухе при свете костра было очень романтично и красиво так что у нас и такие вещи как бы бывают в наших путешествиях это мы уже как бы всегда показывать не стали а все остальное мы вам с радостью покажем так что мы движемся дальше по этому прекрасному городу сейчас наблюдаю как водное такси загружает продукты которые нужно отвезти на другую часть острова очень интересная жизнь так как видите очень много воды и две противоположных стороны берега нужно как-то им общаться через какие-то какой-то транспорт вот есть такой вот вид транспорта катер который помогает в этом это действительно южный курортный город действительно атмосфера покоя царит атмосфера уюта атмосфера уюта лавочки вот такие вот мостик перекинулся через проливчик и температура если сейчас в Савангире 9 градусов сегодня 9 августа у нас 2023 года то в Крагире это южнее гораздо сейчас 16 градусов тепла солнышко еще не выглянуло но очень хорошо кстати еще одна интересная информация сейчас Норвегия делится на провинции или Фюльте так вот мы с вами уже прибыли в третью провинцию провинция называется Делемарк так что уже мы достаточно далеко забрались от Савангира ну и в принципе нас это радует потому что наша цель как раз путешествие а путешествие это всегда движение маленькие городские зарисовки счастливые дети счастливая мама все себя с мороженым на берегу и с удовольствием его лопают мы чуть-чуть прошлись по этому городу судя по всему он небольшой небольшой мы правда еще пока находимся на месте нашего старта по городу ну посмотрим насколько он оправдает наши ожидания ну ожидания художника Мунка он уже оправдал так что вот так нам кстати рекомендовали очень хозяйка этого дома вот это заведение Кругерёв Суши и Вок сказал что это настоящий суши насколько они настоящие мне трудно сказать ну кому интересно вот пожалуйста цены можете остановить посмотреть цены на блюда этого заведения а вот блок меню тоже кстати можете посмотреть идем по узеньким улочкам этого городка здесь был небольшой поры ветра и вот эти вот флажочки начинают сразу трепетать мне это напоминает утро после какого-то праздника праздник закончился а украшения на праздник остались такое спокойствие, тишина мне очень нравится ну вообще такие маленькие уютные городишки Норвегии наверное любой ее части а юга так особенно они очень привлекательные с точки зрения спокойствия с точки зрения красоты умиротворения вот это я понимаю центр города наверное упирается в эту скалу а сверху на скале стоит здание очень похоже на школу ну скорее всего эта школа и есть люди прогуливаются навстречу нам люди шли с чемоданами наверное люди сюда приезжают отдыхают сами норвежцы получают удовольствие от такого прекрасного южного городочка и мы с вами тоже получаем то же самое удовольствие смотря на то что вокруг нас происходит как в каждом курортном городе в Крагирео также много вижу продается на улице на стойках вот висит одежда достаточно и цены сразу указаны ну потому что курортный город можно посмотреть что предлагается такие вот рюкзачки кофты я немножко сниму для того чтобы было понятно что предлагается цена указана в кронах в кронах и соответственно уже больше летней одежды покажу такие вот платья из-за льна в разных цветах ну вот чисто курортный ассортимент ходьба одежды льна рубашка тоненькая в основном все летнее по ассортименту просто чтобы ну есть вот потеплее что-то очень много очень хорошо когда стойки с одеждой вынесли за магазин нет-нет да кто-то остановится и что-то себе присмотрит понимаете потому что в магазин забегать порой там люди у людей которые спешат по своим делам и времени нет и нужды а когда ты видишь это глазами то ты уже естественно останавливаясь выбираешь то что тебе нужно ну вот вы сами видите скидка минус 30 процентов цена тут конечно будет да 2 800 внушительная людей местных норвежцев много отдыхающих кафе интернерные вещи тоже достаточно дороги еще интересная особенность для каждого магазинчика обязательно поставлены либо стульчики либо кресла чтобы можно было присесть людям которые пришли на шопинг и заодно отдохнули поговорили это тоже интересно вешалки супер такой вот замечательный джинсовый жилет 1800 курска такая джинсовая короче просто супер 30 процентов надо подходить там где рюкзак только рюкзак тоже минус 50 процентов но 998 тысяча крон это кафе очень интересные тоже интерьеры при входе такие шары для настроения вот это вот при входе такая вот красота для того чтобы поднялось настроение взяли чашечку кофе посидели поговорили ну и естественно купили что-то пошла в местную лавку готовится что-то на гриле такой ассортимент красивый все есть мясо какое хочешь вот так вот все представлено это частные такие магазинчики просто приятно заработала надо выключить такие маленькие магазины мясные очень удобно то есть готовят очень большой ассортимент у каждого я так понимаю у него люди приходят которые уже знают его товары и приходят каждый за конкретной какой-то вкусностью так всегда радуют в таких маленьких городках то есть каждый знает что ему нужно и зачем ему нужно идти ему не надо пробегать огромные километражи в супермаркетах он так всегда ходит и покупает уже то что нравится рубашечки еще магазин очень крупные вязки любят свитера норвежцы но они из махера поэтому конечно такие вещи здесь нужны не вижу цены хотела показать вот она вот цена 95 ну конечно желтый висит сиреневые они очень теплые легкие желтые махера вы видите какую-то уже крупные вязки такие достаточно объемные рукав такой широкий достаточно часто поверх платья одеваются эти свитера каждая стойка в своей цветовой гамме еще чем интересны такие маленькие городишки идешь идешь по улицам узеньким улочкам тут раз выходишь на такую площадь с фонтанчиком с цветами очень мило скажем так мило и красиво ну а здесь видно был пожар судя по всему вот в этом доме сейчас стоит техника его разбирают ну и наверное будет какая-то реконструкция или новое строительство жизнь продолжается отделение банка у них кстати банки совмещены но не совмещены как бы я понимаю подразделение банка является агентством по недвижимости и на окнах вывешивают информацию о том что продается какая недвижимость написана цена ну в принципе цена домов начинается от полутора миллиона крон то есть это примерно 150 тысяч евро ну и выше там 2, 3, 5 7, 12 миллионов в зависимости от того какого себе приобрести дом а мы продолжаем с вами гулять по этому прекрасному городишке даже в магазин и не заходить а подходить к стойкам которые вывешены со скидкой товар ну хотя интересно в магазин посмотреть что предлагает скидка 1599 я вытаскиваю для того чтобы показать модель лен такой они плешеные внизу достаточно интересная моделька стоимость 1000 крон это тоже так же цена 1200 даже жакет белый тонкий котон вот так вот видите подготовка к зиме все равно уже начинается дешевые такие рукавички 275 крон табличка с мороженым не заходить большой ассортимент льняных платьев много такое льняное сейчас покажу тоже 1000 крон 999 цвета голубой символ белый молочный 100 крон яркие такие рубашки скидка хорошая то есть они стоили 1000 крон а сейчас 100 вот ремонтируют фонтан что-то там нет анализы воды берут а тоже как интересно подъехала машина лаборатория видите вот так такая вот жизнь спокойная в курортном городе людей совсем мало можно постоять понаблюдать за жизнью города клематис такого я вижу что это вроде бы как семейство это но вот такого я конечно еще не видела красоты цветок другой сам клематис немножко больше цветов нежели листьев город действительно напоминает такое курортное место потому что он очень спокойный тихий уютный по городу разросло много таких интересных локаций ну наверное как бы свойственных таким городочкам вот такой микроводопадик с культурами детей которые играются а вокруг играются живые дети постарше помладше и мы развернувшись выходим опять как обычно к морю набережной очень много кстати магазинов ну естественно здесь которые торгуют всевозможными вещами связанными с лодками с морем защитные жилеты краски для яхт все для лодок это абсолютно естественно выше здесь я понимаю у каждого есть своя лодка яхта катер но что-нибудь обязательно морское обязательно присутствует ну безусловно даже вот установлена такая стела она изготовлена из куска старого корабля деревянная основа а сверху такой вот парусник небольшой который символизирует это прекрасное место ну а мы с вами продолжаем движение дальше гуляя по городу вышли на набережную и увидели вот такой вот в принципе достаточно симпатичный соборчик он стоит на возвышенности на скале мы сейчас с вами поднимемся к его ходу если он работает то мы с вами еще и зайдем вовнутрь и уже там попытаемся найти какую-то информацию чтобы рассказать вам что это за собор как он называется и кому он принадлежит ну из названия удалось выяснить только одно приходская церковь карибарё свет внутри горит сейчас посмотрим если вот это зайдем обязательно вовнутрь кстати перед нами так понимаю пожарная часть с петушком ну вот видите город весь осторожен в подножье скалы церковь к сожалению оказалась закрытой но с ее площадки отбивается очень хороший вид на залив этого прекрасного города он достаточно старое здание живут живут люди а внизу находится ресторан да вид на залив очень красиво отходят вот отсюда Вот здесь причал паромов и мы видели, когда шли расписание, паромы отходят к островам, которые находятся в близости с этим городом, потому что островов, кроме как на пароме, добраться ни на чем невозможно. Надо иметь либо свой транспорт, либо общественный паром. А мы с вами продолжаем прогулочку дальше. Ну что ж, мы покидаем этот уютный, мы даже его назвали слегка сонный городок Крагирю. На прощание Оля вам расскажет о ценах на питание. Вот перед нами такая небольшая кафе, ресторанчик. Вот она подошла, посмотрела, что там можно купить по каким ценам. Ну вот сыры с мармирладом, теплый сыр, сыр розолита, 120 грамм с хлебом, 295 норвежских крон. Потом переводит так, грязный картофель, ну видимо он не очищенный, запеченный, соусом чеддер, пепперони, пармезаном, 145 норвежских крон. Потому что есть еще и в датских кронах цены. Томатный соус с моцареллой, ветчиной. Не вижу цены, сейчас скажу сколько стоит рыбный суп. Рыбный суп, 125 норвежских крон. Вот такие томатные есть какой-то суп с белыми грибами, с труфельной, по призыбкой, 240 норвежских крон. Ну в общем... А, еще и с кедровыми орехами. Да. Вот такие цены, как бы да, делите на 10, будете получать в евро. Так что спасибо этому городу, тепло, уютно, хорошо, а мы двигаемся дальше. Ехали по дороге, увидели вот такой тоже магазин старых вещей. Видели, как женщина просто подвозит там, сдаёт, наставляют на пороге. Ну а потом эти вещи аккуратно выставляют. И они еще служат другим хозяевам. Много, конечно, всего, поэтому можно медленно пройти, посмотреть. Ремей не так много, поэтому я бегу. Такие у нас все вот эти дарелочки большие. Вот, 35 крон. Музей 650 крон. Торшер старый. Но это очень тяжелые торшеры, металлические. Чашек-то великое множество. Ориентировочно весит 15 крон. 40 крон это такой вот наборчик на двух персон. Так как он находится на трассе, у меня одного человека, он вот в магазину продавец ходит, и я. С тематикой лето. За полотно пола 40-30 крон. Сейчас по рекомендации нашей хозяйки, где мы останавливались, едем в лес. Она сказала, что в этом лесу есть ягоды и грибы. Да, хотя и вчера мы зашли возле нее, и мы сняли небольшое видео, то, что, ой, какая река красивая. Ну, посмотрим. То есть, может, она как-то какие-то другие знает места. Но, к сожалению, немножко опять стал накрапывать дождик. Тепло, но дождик пока идет. Но нас ничего не остановит. Ну, мы попробуем, да. Хотя бы зайдем в лес, посмотрим лес. Пока едем. Дальше проехали, сделали остановочку. Вот такие полянка рыжиков. Полянка. И еще вот такие вот опята. Вот такие вот на пенечке примастились опята. Ну, наверное, возьмем. Потому что... Сейчас покажу. Да? Да, пахнут опенком. Вот такой опенок. А вот и белячок. Ну, довольствие выше крыши. Такой вот красавчик. В лесу очень много грибов. Просто нужно хорошо разбираться в грибах. Ну, белые, конечно, каждый понимает, какой гриб я нашла. Ребят, вот за 30 минут в лесу, к сожалению, больше не можем потратить. Так как у нас еще предстоит обратная дорога. Из южного, да, региона. Ну, вот вы можете сами себе представить, какие огромные сумки и большие грибы при желании можно собрать в лесу. Ну, то есть заехав просто в любое место. Ну, мы же не знаем мест. Так что всем желаем ощутить такие приятные эмоции, погуляв в лесу. В любом месте, где вы есть. Грибная охота удалась. Ну, все, рушаемо, как каже нам навигатор. Вот такие вот два кулечка. Надо молчить, интернета нет. А, да, тут нет интернета еще. Вот такие леса у нас порадовали. Спасибо этому прекрасному лесу. В путь. Всем добрый день. Вот уже едем обратно домой. Получили массу эмоций. Путешествие немножко, конечно, сложное, безусловно. Путешествие не бывает никогда легким. Но при этом путешествие всегда дарит нам новые впечатления. И сегодня мы так проанализировали, что даже за два дня можно очень многое увидеть, пережить и познакомиться с новыми людьми. Это тоже очень хорошо. И, конечно же, заряжаться приятными эмоциями, которые потом нам, я не знаю, помогают работать, учиться правильно. Ну, просто жить. Как ты, Володь? А все эмоции, впечатления, хорошее настроение мы всегда в путешествии возим вместе с собой навсегда. Мы заехали в город Лилисан. Он тоже находится прямо на море. Ну, городок оказался очень таким, очень маленьким. Практически я сейчас делаю его панораму из, из Марины, с берега. И он, как бы, скажем так, наверное, большого интереса туристического не представляет. Ну, мы обязаны были его пустить, сколько он был у нас в плане. Да, Олечка? Нет, он южный хороший городок. Ну, южный хороший городок, но по отношению, да, но по отношению к другим городам, которые мы уже посетили, нам как-то показалось чуть попроще. Тут нет достопримечательности. Поэтому мы сейчас немножко по нему прогуляемся, но, наверное, не более того. Поэтому мы двигаемся дальше. Если вдруг из этого города больше не будет включения, значит, знайте, мы не нашли ничего суперинтересного. Сейчас следим по дороге и увидим вот такую вот интересную смотровую площадку. Куда люди смотрят, непонятно, но она явно смотровая. Вот такая вот красивая. Красивая, да, надо потом будет почитать. Обязательно напишем, если что-то вычитаем, потому что времени у нас уже, к сожалению, сейчас вот так будет виднее. У нас уже нет заезжать. Ну, честно говоря, это просто, наверное, знаешь, как... Два человека там стоит на этой смотровой площадке. Что это, нам неизвестно. Просто, наверное, смотришь на Северное море. А, ну, может быть, скорее всего. Я думаю, что на Северное море, да. И юг. Конечно. На рове не видимо. Да. Бывает такое. Продолжаем полицию к Кристиансену. Большая достаточно, да? Ну, коммуна большая. Город большой, поэтому издание полиции значительное. Ну, и очень много тоннелей, мосты. Ну, такой город какой-то он. Ну, и под нами сейчас порт, в который мы прибыли на пароме. Издание, да. Ну, ты знаешь, вот мне он кажется более таким современным. Вот в нем нет такой, знаешь, аутентичности норвежской. Вот в Кристиансене ее нет. Вот сейчас немножко порт покажу. Не знаю, как видно. Порт и есть порт. Да, он более современный. Ну, он более современный. И он такой какой-то, да, вот деловой, рабочий, знаешь, какой-то... Суетливый. Суетливый, да, динамично такой ритмичный. Знаете, вот, ну, когда у меня такое впечатление о Кристиансене, поэтому вот как-то... Какая-то камера, контроль ушло от гостей. И что-то такое вот как-то ярко, чтобы что-то вспомнить. Вот кроме собора, наверное, да, в центре города. А, еще мне же вот эти понравились садики. Садики, садики-огородики на набережной. В этом красивом месте остановились мы на кофе-паузу. Красивая природа. Все, что нам дает она. Даже отпустившийся кушет сильный ветер. При этом красоты не меньше. Ну, а на этом мы будем заканчивать. До новых встреч на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжение следует...